Мнение населения Мнение населения Мнение населения Мнение населения как говорится, конференция, она уже направлена на более, как бы ее основная задача, это было все-таки прояснить, насколько изменилась ситуация за это время. Мы давали на конференции отчет, что сделали, в частности, ассоциация, что делала для предпринимателей, в частности, по защите бизнеса, штаб защиты бизнеса, который у нас функционирует, то есть юридические центры, какие были проведены работы с предпринимателями, чем, собственно, помогли за это время. И плюс к этому мы приглашали представителей органов власти севастопольских, потому что, собственно, задача наша была и есть на сегодняшний день, это проведение двух таких конференций в год, одна в Севастополе и вторая в Симферополе, то есть непосредственно в Республике Крым. Хотя и та, и та является всекрымской, и на той, и на той конференции у нас есть предприниматели из других регионов Крыма и из других регионов России. Вот у нас был Краснодар, у нас была Тюмень, на конференции у нас был Ростов, если я не ошибаюсь, да, Игорь Григорьевич. То есть у нас, собственно, предприниматели приезжали из разных уголков, во-первых, которые хотят вести бизнес в Крыму, и во-вторых, которым не безразлично вообще, что происходит. То есть, например, компания из Краснодара, они открыто заявляли, что мы хотим быть причастными, мы хотим организовать определенные комитеты на базе ассоциаций по защите определенных интересов предпринимательского сообщества. Нет, они не юридические, они производственные, если я не ошибаюсь, да, производственная компания, но вот их руководитель, он вот как бы, ну, не безразличен, скажем так. Вот, поэтому было очень много тем, конференция прошла, ну, мы считаем, можно сказать, на 200% сработала, потому что, честно говоря, мы не ожидаем, во-первых, мы в тяжелых условиях готовились, в условиях отсутствия света, в условиях отсутствия интернета, связи, телефоны не работали, да, реклама, то есть практически мы не запустили тоже по этой причине, по Крыму. И вот, несмотря на это, все равно конференция прошла очень хорошо, достаточно большое количество было гостей, и все-таки мы провели очень плодотворных два дня. То есть мы обсуждали государственное частное партнерство, как можно открыть государственное частное партнерство, в каких сферах оно функционирует, и, соответственно, по каким принципам нужно его открыть. Мы обсуждали СЭС, мы приводили примеры того, как ассоциация способствовала выдаче свидетельств СЭС. Игорь Григорьевич подробнее расскажет. Одна из проблем, да, была такая. Да, и мы обсуждали финансовый сектор, то есть какие есть на сегодняшний день финансовые инструменты для предпринимателей, какие фонды работают, какие гранты можно получить, да, какие льготы, преференции и так далее. Ну, то есть все, что касаемо финансовой сферы, то есть банковские продукты выступал представитель РНКБ, о банковских продуктах рассказывал для предпринимателей непосредственно. То есть далее тематика у нас была по инструментам для бизнеса, то есть мы рассказывали, какие инструменты на сегодняшний день в помощь предпринимателю существуют. Ну, собственно, вот такие основные, которые на сегодняшний день охватывают все сферы бизнеса и интересуют абсолютно всех. Такой вопрос. А вот по сравнению с июнем, когда был съезд, в общем-то, да, там действительно в основном-то речь шла о том, о защите предпринимателей, да, от проверок, от, как это называется, кошмарить бизнес. А на конференции это практически не обсуждалось или в кулуарах было, ну, насколько вот предпринимательский фон, настроение, атмосфера, насколько они изменились, не изменились, кошмарится бизнес, не кошмарится? Я хочу продолжить. Во-первых, хочу поблагодарить всех участников конференции, в частности предпринимателей Севастополя, Крыма. Большое спасибо, что поприсутствовали, внесли плодотворную работу. Я считаю, что очень активно все участвовали, получили, наверное, то, что хотели от этой конференции. Мы постарались дать то, что необходимо предпринимателю. Мы проводили еще перед конференцией анкетирование по регионам Крыма, Республики Крым и города Севастополя. В связи с такой чрезвычайной ситуацией мы будем еще продолжать, потому как есть уже ответы, есть понимание, что тревожит предпринимателя. Мы, в принципе, и конференцию на основе этого анкетирования проводили. То есть мы выявили проблематику, там из шесть пунктов она состояла у нас, из шести блоков, и постарались раскрыть на этой конференции. Что касается защиты прав предпринимательства, да, поднимались эти вопросы, и сами предприниматели еще живут, как говорится, как вы сказали, кошмарят, такое слово, но от него нужно уходить, никто никого не кошмарит, наверное, где-то ошибаются власти, где-то, допустим, от незнания проявляют какие-то те или иные проверки. Но нужно нам идти в ногу, нам нужно быть вместе с нашей ассоциацией. И хочу еще раз подчеркнуть, что вместе мы сила, и мы можем доказать, мы можем обсудить, мы можем сесть за стол переговоров и решить ту или иную проблему, которая возникла, допустим, у предпринимателей, и тех же контролирующих органов. То же самое может быть. Был интересный пример, там вопрос был по отношению на сегодняшний день с Турцией, и, в общем-то, действительно, мы этот вопрос взяли на контроль, потому как таких вопросов будет не единичный случай этого примера, потому как человек уже сделал предоплату, он теперь не понимает, с какого момента произошла вот эта вот проблематика с Турцией, с какого считать момента, получит он теперь этот талант, не получит, получит ли он назад деньги. То есть у человека возникло очень много вопросов. Я считаю, что острый вопрос был поднят, и, в принципе, я думаю, что он, так как тесно были связаны предприниматели с этой страной, то, наверное, они еще будут возникать, но в них нужно вникать, разбираться и помогать. Поэтому, у кого есть вопросы, какие-то касающиеся вот таких сложных моментов, то при ассоциации есть юридический отдел, который в состоянии на сегодняшний день помочь в этих вопросах. Сразу сходу можно сказать координаты явки адреса пароля, как найти вас, куда обращаться, ну, что вбивать в гугле, чтобы вас найти, и номер телефона можно смело говорить, поскольку вы не коммерческая организация, поэтому это не реклама. Вбивать можно ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополя, и поэтому сразу наши ссылки на наш сайт aprks.ru. Второй момент, вот непосредственно телефоны сейчас, чтобы не грузить адресами всем остальным, скажем, телефоны юридического отдела, это плюс 7978 028 35 55, и плюс 7978 810 47 10. Еще раз, плюс 7978 810 47 10, и плюс 7978 028 35 55. Это юридический отдел, который оказывает консультации, который непосредственно занимается вот этими вопросами, которые вы затронули, защита правопредпринимателей. И я сейчас буквально два слова добавлю к Игорю Григорьевичу. То, что у нас была тематика, самая первая тематика на конференции, это была защита правопредпринимателей, диалог бизнеса и правительства. И это было длительно, полтора часа времени мы обсуждали эти вопросы. У нас был уполномоченный ПО в защите правопредпринимателей в Севастополе. Присутствовал, соответственно, тоже докладывал, что происходит на сегодняшний день, с какими вопросами обращаются. И ассоциация непосредственно, Дмитрий Юрьевич, исполнительный директор ассоциации, он же руководитель юридического центра Крым, он докладывал обстановку вообще по тому, что мы делаем по защите предпринимателей. Потому что мы уже неоднократно говорили, что мы с рынком Козлова защитой занимаемся. И на сегодняшний день Игорь Григорьевич, наверное, больше расскажет об этом, что выделена была земля, и мы очень тяжело шли к этому. Но таки достучались, нас услышали, потому что… Да, есть позитив в этом вопросе. Но я еще хочу добавить, что присутствовал еще представитель прокуратуры, который очень хорошее дал разъяснение того, что действительно при прокуратуре создан отдел по защите правопредпринимательства. И это тот инструмент, который люди могут не бояться. Он давал некие разъяснения, он давал алгоритм общения с правоохранительными органами. Это то есть, ну, я считаю, что дорогого стоит, чтобы люди действительно не боялись. И буквально просил в том, чтобы обращались непосредственно даже к нему, и он будет давать разъяснения. Есть такой отдел, который не даст бесправных действий со стороны органов. Поэтому очень плодотворная была беседа в этом ключе. Да, тут просто нужно не забывать два момента. Первый момент – это то, что многие государственные органы, они переходят с одного поля в другое, они получают инструкции. И в каждой инструкции существует очень много поправок. Вот в Большой России, как мы ее называем, да, потому что ситуации бывают разные. И, соответственно, мы со стороны ассоциации запрашиваем по каждому обращению, мы запрашиваем в Министерстве юстиции комментарии, то есть по тому или иному закону. И, соответственно, садимся за стол переговоров даже с представителями государственных органов для того, чтобы вместе разобраться в той или иной ситуации. Поэтому ни у них не стоит задача закошмарить бизнес, да, как вы говорите, на сегодняшний день. Потому что у нас сейчас работаем в правовом поле России. Естественно, что они должны выполнять свою работу, они должны проверять, они должны выявлять несоответствие законодательству, которых сейчас очень много. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы переходим из одного мира в другой. И, соответственно, это неминуемо. Но нужно понимать, что да, к нам обращаются предприниматели с истериками, чуть ли не обмороки падают. И Дмитрий Юрьевич всегда говорит, что самое первое, успокойтесь, отдохните, выдохните, потому что это не выход на самом деле. Нам нужно просто как бы хладнокровно разбирать ту или иную ситуацию и, безусловно, обращаться в ассоциацию, потому что все-таки как бы вместе – это одно, а когда по одиночке люди намного тяжелее. И я вот буквально одно слово пока не забыла. Хочу сказать, что к нам обратился предприниматель с вопросом по поводу того, что у него не идет предпринимательский стаж украинский. То есть 25 лет предпринимательского стажа у предпринимателя не идет зачет. И сейчас вот мы собираем такое небольшое объявление, собираем всех тех, у кого такой же вопрос, для того, чтобы составить коллективный иск и обратиться в суд конкретно по этому эпизоду, чтобы непосредственно решать этот вопрос. Да, совершенно верно. Да, чтобы все-таки, потому что это неправильно, и на самом деле это все должно идти. Но вопрос к пенсии на самом деле большой, он и у предпринимателя такой же, и очень многие люди, работавшие в бюджетной сфере, имеющие стаж, тоже там есть какие-то проблемы. Мы сейчас с вами уйдем на небольшой перерыв, послушаем песню, послушаем рекламу, вернемся и продолжим разговор о конференции Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя, обсудим, какие органы государственной власти присутствовали, еще какие были случаи, которые рассматривались, ну и поговорим о том, чем будет заниматься Ассоциация в 2016 году. Уходим на небольшой перерыв. Бизнес-технологии Бизнес-технологии Возвращаемся в студию Бизнес-технологии. Напоминаю, что сегодня 25 декабря, осталось совсем немножко до Нового года, и мы сегодня обсуждаем деятельность, событие, которое произошло в городе Севастополе 22-23 числа. Это конференция Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя, и мы сегодня общаемся с заместителем председателя Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя, Игорем Григорьевичем Лебедевым, и с Анной Рогачевой, главой комитета по конгрессно-выставочной деятельности Ассоциаций. И мы до перерыва, до ухода на перерыв, мы обсуждали, собственно говоря, о чем говорили на этой конференции, кто присутствовал, какие органы государственной власти с обратной стороны присутствовали, какие давались разъяснения, что, собственно говоря, ну вот это вот мы сейчас обсудим, что было записано в резолюции, либо пишется в резолюции. И вот меня интересует вопрос о предпринимателе, это были, ну хотя бы пару примеров по отраслям, это в основном были ательеры, это были рестораторы, это были производственники, это были торговцы, вот кого было больше в Севастополе? Ну, я хочу сказать, что так, чтобы мы делили на, ну именно процентное соотношение, кто присутствовал, но были производственники однозначно, были люди, ну торговля были, были представлены наши Крымроза, то есть она тоже участвовала у нас, присутствовали, да. Различного, различного, не могу сказать, что тех было больше, а кого-то меньше, в равной степени. А представители государства, вот прокуратура, да, вот прокуратура, отдел по защите предпринимательства при прокуратуре дал рекомендации, как взаимодействовать с ними, кто еще был от государственной власти? Ну, к сожалению, мы попали на такой, немножко полностью расписанные были, во-первых, было объявлено 21 числа, с 21 по 25 проведение дней предпринимательства по всему Крыму, да, и в принципе органы власти везде чуть-чуть себя представляли, у нас был заместитель по экономике департамента... Да, департамент по экономике Севастопольской. Ну, Севастопольской. Да, в основном Севастопольской, к сожалению, с Крыма никто не был представлен, так по сложившейся ситуации. Ну, и после БЛК, вот это там пара дней прошло, когда завершили уже фактически, да, и это тоже Севастополь, наложило отпечаток. Да, 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 да. Ну, мы не особо расстроены, конечно, я считаю, что мы это все проводим для предпринимателей. Хотелось бы еще раз отметить активное участие предпринимателей. И еще хочу добавить, что от органов власти действительно звучали на нашей конференции слова, что объединяйтесь в ассоциацию, и вас услышат все-таки. Потому как, ну, как мы привыкли, да, вот если собираются больше трех человек, то это уже начинается немножко балаган. Тот кричит, потому что тот кричал и как бы перед друг другом, а результативности от этих криков нет. Поэтому и органы власти это тоже понимают, и они хотят этого разъяснения, и они бы рады помочь. Но если это будет правильно представлена проблематика, если это будет в письменном виде, если это еще будет сопровождением юридическим, то еще если мы предоставим решение этого вопроса, то, несомненно, мы придем в плюс, и выграют все, и не будет, как говорится, проблем и склоков, и каких-то там неприятных ситуаций, которые повлекут и материальные. Ну и, как у нас на радио говорят, нарушится устойчивость управления региона, что тоже никому не нужно. Абсолютно, абсолютно. Что с одной, что с другой стороны. И поэтому вот такие вот были. Резолюция, она сейчас оформляется, будет на сайте буквально вот на дня, да? Да, мы ведем подготовительную работу по резолюции, потому что все-таки и по первому, и по второму дню у нас были результаты, соответственно, нам нужно некоторое время на обработку этих всех, всей этой информации, и, соответственно, мы планируем подготовить до понедельника, понедельник-турник подписать со стороны тех, кто присутствовал, и, соответственно, уже в подписанном виде, она будет, скорее всего, к концу следующей недели, к Новому году, она будет выложена на сайте, можно будет с ней ознакомиться, ознакомиться с теми предложениями, которые были выдвинуты со стороны и власти, и государственных структур, и со стороны предпринимателей по организации работы, по организации тех же комитетов отраслевых и так далее. То есть предприниматели были очень активны, что нас порадовало, потому что на съезде было очень много жалоб, а на конференцию все-таки жалобы тоже были, конечно, куда без этого, но и были действительно конструктивные предложения. То есть была активная гражданская позиция со стороны предпринимателей о том, что же все-таки делать, чтобы не продолжать жаловаться еще 10 лет, а чтобы все-таки выходить из ситуации. И вот, как Игорь Григорьевич сказал, на самом деле были со стороны государственных структур были предложения, и они неоднократно на этом делали акции, чтобы действительно мы объединялись, чтобы у нас есть площадка этой ассоциации. И также, как я говорила на прошлых эфирах, бизнес-технологии сейчас повторяю и буду повторять неоднократно, чтобы люди, которые сейчас нас слушают, у них не было стереотипов о том, что общественная организация – это люди, которые сидят просто, да, и, собственно, никакого, сидят и пишут куда-то так же, и получают отписки, да, как и любой сам человек может сделать. А у нас немножко другая, мы все сами предприниматели, и поэтому мы подходим к этому, то есть мы занимаем их позицию, но в то же время мы идем на диалог с правительством, поэтому все-таки вот еще раз призываем обращаться в ассоциацию и создавать на площадке ассоциации комитета, создавать на площадке ассоциации инициативные группы по тем или иным вопросам, и, соответственно, тогда будет результат. Вот с точки зрения взаимодействия с ассоциацией, вот прозвучала такая тема, что прокуратура, это Севастопольская прокуратура, да, отдел по защите предпринимательства, они дали рекомендации относительно алгоритма взаимодействия с этим органом, да, как предприниматели, которые не были на конференции, но которых интересует, например, такое взаимодействие, что им нужно делать, куда им стучаться, еще раз можно сказать координаты, и вообще вот алгоритм, как приступить к такому взаимодействию. Ну, самое первое, это, безусловно, обратиться в юридические дела ассоциации, это, еще раз повторяю, номер телефона, плюс 7978 028 35 55 и плюс 7978 810 47 10, это юридический отдел, и, соответственно, что мы делаем? Мы аккумулируем эти все обращения, заявки, составляем обращение в прокуратуру, в отдел по защите прав предпринимателей, и, то есть, коллективное обращение, либо индивидуальное, то есть, даже если какой-то индивидуальный вопрос, это не имеет значения, мы в любом случае готовим эти все, как бы, готовим материалы, готовим документы, юридическая служба их прорабатывает, и юридическая служба непосредственно от имени ассоциации обращается, и от имени предпринимателя обращается уже в орган прокуратуры, и непосредственно, как бы, постепенно, уже тогда, то есть, здесь невозможно сказать, вот, в общем алгоритме такое, обратиться со службой, составить документ, обратиться в прокуратуру, а в дальнейшем уже это зависит от обстоятельств, от конкретного дела, от конкретного обращения, потому что дальнейший алгоритм уже, как бы, невозможно предсказать, либо это будет суд, либо это будет досудебное урегулирование этого или иного вопроса, либо это просто будет реагирование на нарушение прав предпринимателя, просто реагирование, то есть, со стороны прокуратуры, она будет брать и проверять, допустим, проверяющих, которые, по мнению предпринимателя, осуществили некоторые незаконные действия по отношению к их бизнесу. Вот эта конференция прошла в Севастополе. В принципе, сам по себе Крым, он достаточно объемный, там были представители разных регионов Крыма, а будет ли подобное мероприятие проводиться в Симферополе? Когда? И, собственно говоря, вот план вашей работы на 16-й год, как это будет выглядеть? Следующая конференция у нас будет проходить в Республике Крым, потому что именно поэтому у нас первое мероприятие было в Севастополе, потому что непосредственно наша цель в этом и заключалась, что одно из мероприятий, два мероприятия в год, одно из мероприятий проходит в Севастополе, второе в Республике Крым, в Симферополе, либо в другом регионе, то есть, относительно, будем смотреть, какое количество людей будет регистрироваться, соответственно, какой зал нужно бронировать и так далее. То есть, следующее мероприятие у нас предварительно планируется в июне месяце, даты пока не могу сказать, потому что график мероприятия у нас будет только вот к Новому году утвержден. Можно, кому интересно, можно будет зайти на сайт ассоциации и перейти на сайт непосредственно комитета и посмотреть там график, который мероприятие, узнать точную дату. Это первый момент. Второй момент. Относительно других мероприятий мы призывали и призываем обращаться к нам с предложениями по тематикам, которые нужны, которые, ну, то есть, болезненность сегодняшний день, да, которые интересуют больше всего. Мы будем собирать менее масштабные мероприятия по тематикам, будем также, то есть, делать более локальные мероприятия, в том числе бизнес-завтраки, в том числе круглые столы, и тоже приглашать государственных органов власти, которые, либо государственные органы, структуры, которые нужны для решения того или иного вопроса, и конкретно по той или иной тематике мы будем собирать вот такое вот небольшое сообщество, когда будет требоваться. Но для этого нам нужна обратная связь от предпринимателей, чтобы они обращались, чтобы они выводили нам ту тематику, которая им интересна. Для этого мы анонсировали это на конференции, что мы готовим сейчас форум такой для общения предпринимательского сообщества. Тоже информация будет на сайте ассоциации со ссылкой на форум, где можно будет оставлять свои предложения, оставлять свои рекомендации, просьбы по тематикам, просьбе то же самое, писать какие-то проблемные вопросы, описывать для того, чтобы наша юридическая служба связывалась. То есть для этого вот мы сейчас разрабатываем такую площадку, тоже до Нового года она будет функционировать, можно будет туда, либо просто заходить на сайт aprks.ru, ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополя, и непосредственно оставлять, через форуму обратной связи, оставлять обращения с предложениями. Мы будем их все учитывать, все до одного, ни одно предложение, ни одна анкета, ни одно прошение, вот Игорь Григорьевич не даст соврать, у нас не остается незамеченными, то есть на каждое предпринимательское слово, на каждую букву мы реагируем. Не, ну я по себе знаю, я вот как не набираю Диму Лешенко, да, я в суде, я в суде, я в суде, это все, и есть вот эта ваша деятельность. Да, я хотел бы еще добавить, немножко раскрыть тему, это профильных комитетов. Мы приглашаем специалистов, профессионалов именно на профильные комитеты. Что такое профильные комитеты? Это, допустим, представители сельхозпредприятий, допустим, предприниматели, которые в промышленности. Ну, то есть, и мы готовы услышать и пообщаться с такими людьми, и, в принципе, приглашаем быть в ассоциации, именно, либо руководителями профильных комитетов, либо специалистами, которые, допустим, могут вести общественную работу в нашей ассоциации. То есть, в любом случае, уважаемые радиослушатели, я думаю, что нужно первым делом, конечно, зайти на сайт aprks.ru, но если вы бываете в Симферополе, то стоит проехаться на улицу Козлова, 27, если я ничего не перепутал, да, и познакомиться с людьми, которые непосредственно осуществляют эту деятельность. Это совершенно не значит, будете вы членами ассоциации, захотите, не захотите, но хотя бы познакомиться, пожать друг другу руки, задать вопросы и получить, ну, просто с пылу жару горячие ответы, оно того стоит, в любом случае это нужно делать. Игорь Григорьевич, Анна, ну, в общем-то, нам тут остается буквально несколько минут до конца нашей программы. ваше обращение к предпринимателям Крыма, к гражданам республики, которые хотят стать предпринимателями, такое общее итоговое обращение, поздравления с Новым годом, пожелания, вот, как с добрым утром, можете обратиться. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я поздравляю всех предпринимателей, всех добрых людей, которые участвуют в том, в этом нелегком поприще, скажем так, предпринимательства. Да, непростое. Непростое. На сегодняшний день оно еще сложнее, но хочу сказать, чтобы не разочаровывались, чтобы шли к цели, достигали цели, и мы готовы в этом помочь совместными усилиями. Ни в коем случае мы не говорим о том, что мы, ну, как составляющая, допустим, одна, мы только вместе это сделаем, только с проблемными вопросами вашими, или даже не с проблемными, а какими-то инициативой какой-то, да, мы готовы решить те или иные моменты. Поэтому обращайтесь, всем большое спасибо, всех с наступающим, в Новом году, надеемся, будет намного лучше, чем в прошедшем. А вообще тяжелый был год, или так себе? Ну, в смысле нормальный? Ну, не скажу, чтобы он был легкий, но мы столкнулись, мы как молодая организация, я считаю, что мы столкнулись с многими проблемами, и, к сожалению, активом являются сейчас у нас предприниматели, у которых уже проблема. Ну да. И это наша, вот в этом нам сложности пришла. Ну, когда уже люди к нам пришли, и нам приходится разбираться, приходится помогать, но мы почему и говорим, что немножко заранее, давайте немножко решать на шаг вперед. Вот, поэтому у нас и проблем будет меньше, и, соответственно, и поздравления будут ярче, богаче, и настроение будет получше. и настроение будет получше. Не, в смысле, чуть заранее, это то есть люди приходят, обращаются, а суд уже завтра, без акцентного списания. Да, бывает даже такое, что суд уже один прошел. А, они даже после этого обращаются. Да, и не один. Да, так что немножко заранее, как только увидели где-то что-то, первый звоночек, допустим, той же прокуратуры, тоже какой-то проверяющий орган, нужно сразу реагировать, но только правильно, только правильно с помощью профессионалов. Ну, Аня, ну, поздравь, поздравь. Тоже, да, присоединяюсь к поздравлениям, Игорь Григорьевич, с Новым годом, с Рождеством, со всеми праздниками, которых очень много, как раз это время, самое любимое всех со школы, наверное, до сегодняшних дней, дней. Хочу пожелать, да, чтобы мы все были более позитивными, более активными, более, скажем так, подходили ко всем вопросам меньше эмоционально, как бы понимали, что проблем нет, есть просто какие-то ситуации, вот, как говорят, знаете, нету плохих людей, есть ситуации разные, вот, поэтому, то есть, любая ситуация, негативная она или позитивная, это ситуация, которую просто нужно либо решать, либо пережить, и, конечно, вот, присоединяясь к Игорю Григорьевичу, что да, нужно пережать что-то и обращаться, во-первых, иметь активную гражданскую позицию, как говорит Дмитрий Юрьевич, иметь, как бы, возможность выделить время какое-то, выделить час-два времени, понимая, потому что мы все заняты, но все-таки, вот, присоединиться к нам, создать предпринимательское сообщество внутри, да, Крыма, на площадке ассоциаций, и все-таки, быть уже более спокойным, и более равновешенным, и спокойно жить, не думая о том, что завтра кто-то, что-то может прийти, и вот, Дмитрий Юрьевич рассказывал на конференции, приводил пример о том, как предприниматель обратился, то есть, к нему за консультацией, записал номера телефона в юридической службе, и когда, там, через несколько месяцев пришла проверка, он просто позвонил сразу, и ему наши специалисты говорили, что нужно делать, соответственно, проверка прошла, и ушла, и все, никому ничего не было, все было в порядке. Вот, уважаемые крымчане, кроме того, что поздравляем вас с Новым годом, есть еще такой алгоритм, то есть, только видите проверяющего, неважно, как он выглядит, после Нового года, сразу даете телефон, звоните, и тут же получаете, ну, лечь домашнего доктора, который сразу все вылечит. Ну, во всяком случае, посоветуют, как себя вести, потому что иногда люди теряются, начинают волноваться, начинают там... Делать ненужное движение. делать ненужное движение и подставляться. Да. Уважаемые предприниматели, наша программа «Бизнес-технология» посвящена, прежде всего, вам, и сегодня у нас в гостях, как ни странно, руководители, Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя, которые вот буквально на днях провели конференцию предпринимателей Республики и города Севастополя, на которой рассматривали животрепещущие вопросы нашей с вами предпринимательской деятельности. У нас в гостях был Игорь Григорьевич Лебедев, заместитель председателя Ассоциации предпринимателей Республики Крыма и города Севастополя Иоанна Рогачева, глава комитета по конгрессно-выставочной деятельности. Большое спасибо за участие в нашей программе, с наступающим вас праздником, счастья, здоровья, успехов в предпринимательской деятельности, а также в личной жизни. Спасибо. Спасибо. И вам, и всем слушателям. Так же. Спасибо за внимание. Спасибо.